Дорогая Церковь, братья и сестры, у нас сегодня хлеб преломления. И я бы хотел с вами вместе рассудить на одну тему. Но сначала прочитаем два места Писания, и потом скажу тему. Римлянам 6 глава, 5 стих. В этом стихе хочу обратить внимание на одно слово, два раза повторяющееся. Римлянам 6 глава, 5 стих. Ибо если мы соединены с Ним, подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Какое слово два раза повторяется? Соединены с Ним, со Христом. А теперь 1 Коринфянам 6 глава. 1 Коринфянам 6 глава. 17 стих. То же самое слово. 1 Коринфянам 6 глава, 17 стих. А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Моя тема, братья и сестры, единство Церкви со Христом. Единство. Вообще вот эта тайна соединения человека с Богом, она очень глубокая тайна. Бог не просто призывает людей перед Ним поклониться Ему. Ему просто служить со стороны, отдать должное, а потом жить своей жизнью. Вот пришел в воскресенье утром в церковь, отдал Богу должное, а потом живешь своей жизнью. Эти места Писания и очень многие этим местам Писания есть еще подобные, говорят о том, что Бог призывает человека, чтобы соединиться с Ним. Церковь призвана, чтобы соединиться с Богом. Когда в Эдемском саду Бог сотворил Адама и Еву, то Он им дал одно повеление, запрет. От всякого дерева они имели право кушать, от всякого плода в Эдемском саду. Но от дерева познания добра и зла они не имели права кушать. И Бог сказал, в день, в который вкусишь, смертью умрешь. Когда они вкусили, то физически, физически они смертью не умерли, а духовно умерли. Что это значит, умерли духовно? Это очень трудное выражение. Они разделились с Богом. Смерть – это разделение. Они разделились с Богом. Вот даже когда человек буквально здесь на земле умирает, он не исчезает. У него происходит разделение. Из него выходит его душа. Она разделяется с телом. Тело люди идут, хоронят, а душа идет к Богу. Идет, куда Бог предназначил его. Вот это разделение мы называем смертью. Эта душа уже никогда не умирает. Никогда. Но она разделена с этим телом. Будет время, когда будет воскресенье. Тогда душа соединится с обновленным телом. Будет опять соединение. Это мы называем воскресенье. Когда человек приходит к Богу и кается, о чем сказали братья передо мной, что надо покаяться перед Богом. Когда человек приходит к Богу и кается, то происходит опять вот это соединение. Духовное рождение. Мы называем его возрождение. Человек соединяется с Богом. Дух его соединяется с Богом. И он с Богом становится одно. Передо мной брат говорил. Вы храм Бога живого. Как написано. Вселюсь в них. Буду ходить в них. То есть Бог входит в сердце человека. И написано еще. Вы во мне. И я в вас пребуду. Это сложное выражение. Но это самое Бог делает через Духа Святого. Он нас соединяет воедино с самим собой и друг с другом. Почему я решил на эту тему сегодня говорить? Потому что перед нами сегодня хлебопреломление. Вот чаша одна. Мы многие одно. Хлеб один. Мы многие одно. Если бы сказать. Кто сможет посчитать. Из скольких зерен состоит этот хлеб. Трудная задача. Очень трудная задача. А вот когда мы разломаем. Постарайтесь найти там одно зерно. Сможем найти? Не сможем. А где эти зерна? А они все друг с другом настолько соединены в одном хлебе. Вот хлеб одно. А эти зерна в хлебе все настолько соединены в одно. Что они не разделим. Мы не можем отделить одно зернышко. Братья и сестры. Вот этим самым Иисус Христос хотел нам показать. Что мы с вами все разные люди. Разный характер. Разный темперамент. Разное прошлое у нас. У всех разное. Но Бог во Христе всех нас соединил в одно. С ним. С ним в одно. И друг с другом в одно. Еще одно очень интересное местописание. Колоссянам. Откройте пожалуйста. Очень интересное местописание. Есть такие местописания нам знакомые. Тоже хорошо открывать. Но есть такие не очень нам знакомые. Колоссянам 2.19 одно из таких. И не держась главы. От которой все тело составами и связями. Будучи соединено и скрепляемо растет возрастом Божиим. Здесь говорится о церкви как о теле. Которая связана составами и связями. Это все сделал Дух Святой. Соединил в нем составы и в нем связи. Я думал как это объяснить. Чтобы понятно было молодежи, детям. Чтобы понятно. И всем нам чтобы было понятно. Ну и вспомнил такое. Вот на прошлое воскресенье было жатва. Дети не видели. Может быть кто-то имеет сестер и братьев молодежи. Может быть видели фотографии. Значит там было на жатве одно дерево. На этом дереве, ну дерево большое. Я не знаю. Крона такая круглая большая. Ну примерно вот такая. Извините что я руками показываю. Иногда легче чем словами выразить. Можно словами выразить шар. Диаметр там метр двадцать. Сколько не знаю. Но большая вот такая. Вот такая большая шар. И ствол такой толстый. И на стволе где-то метр двадцать от земли этот шар. И знаете. Этот шар состоял из винограда, из яблок, из банан. И вот так он усеян. Слой винограда. Потом там яблоки. Потом мандарины, апельсины, бананы. И вот так очень красиво. И оно все составляло одно дерево. Одно дерево. Братья. А что их все соединило в одно дерево? Потому что наши братья и сестры тоже помогали составлять это дерево. Что их составило или соединило в это дерево? Можете поделиться секретом? Кто делал дерево? Металлическая конструкция. Там была снизу металлическая конструкция. Я подошел и видел. Как они там стоят? Металлическая конструкция сделана. Ну, сложно сделана. Но сделана. Туда ушло очень много времени, чтобы создать этот шар. Каждый пруд надо согнуть так. А потом между прутами еще другие проволоки. Все связано. И на эти проволоки все было развешено. Со стороны на фотографии стоит дерево. Туда усеяно разными красивыми плодами. А соединяет их все металлическая конструкция. Вот здесь написано, что мы во Христе все соединены составами и связями. В одно тело, в один хлеб, в одно тело, вот как организм, тело человеческое, да? Мы с вами соединены. Это Писание показывает разными образами, как мы с вами соединены со Христом. Мы не просто вот уверовали, Бог где-то далеко на небе или где-то рядом с нами, или ждет нас на собрании. Нет. Мы с вами с Ним соединены в одно. Каждая личность, которая пришла ко Христу, она со Христом так спаяна, что она стала как Христос, так и Он. Вот так спаяна. Ну, давайте еще пару мест Писания, чтобы понятно было. Можете открыть Евангелие Матфея. Время быстро бежит. 25 глава. 25 глава. Здесь говорится о втором пришествии Христа. Давайте я быстро буду читать очень интересное местописание, которое точно говорит о том, что только что вам сказано было. 31 стиха и ниже. Буду долго читать. Когда же придет Сын Человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле слава своей. И соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую в свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Придите благословенно отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя голодным и накормили, или жаждущим и напоили. Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели. Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньше, то сделали мне. Братья и сестры. Такой яркий пример. Христос, это не притча. Это не иносказание. Это не притча. Это буквально то, что есть. Значит, когда Христос придет, Он отделит овец и козло. Про козло ниже написано, что они ничего не делали. А они говорят, а мы тебя и не видели. А эти тоже не видели. Говорят, когда мы тебе служили? Когда мы тебя одели? Когда мы тебя посетили? Когда мы тебя накормили? А когда? А когда Христос был в одном из малых верующих? И делая это верующему брату или сестре, оказывается, мы автоматически делаем кому? Христос. Почему? Потому что в Нем Христос. Вот насколько Христос соединен с человеком. Делая человеку, ты автоматически делаешь Христос. Удивительно место писания. Напомню только. Деяние апостола, 9 глава. 3 и 4 стих. С 1 стиха ниже написано. Савл идет в Дамаск брать верующих в тюрьму и заставлять их отрекаться от Христа. В 3 стихе написано, когда он подходил в Дамаск, внезапно осеял его свет с неба и сказал голос, «Савл, савл, савл, что ты гонишь меня?» Скажите, Павел гнал Христа? Что ты гонишь меня? Кто ты, Господи? Вообще я с тобой дела не имею. Я иду вон верующих гнать, с ними у меня дела. И письмо к ним, а не Господу. Что ты гонишь меня? Кто не знает, и у кого в Библии еще не отмечено, откройте книгу Захарии, 2 глава, 8 стих и вторую половину, подчеркните у себя в Библии. Там написано так, Захария 2, 8. «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Господь говорит. «Кто касается одного из верующих Господа, тот имеет дело с Богом». Почему верующие не боятся, когда их гонят, преследуют, когда от них что-то хотят взять? Почему они не боятся? Они знают, что эти люди будут иметь дело с самим Богом. Он не меня касается. Он в глаз Божий пальцем тыкает. Представляете? Это кому? Самому сильному. Самому сильному. И хорошо, когда верующие в это верят и предают свой гнев гневу Божьему. И тогда Бог заступается. А если верующий не верит и сам заступается за себя, тогда Бог говорит, я не вмешиваюсь. Сам по плоти пошел, так и делает. Римлянам написано. «Дайте место мне, гневу моему, я вас дам, мне отмщение, вы дайте мне место. Когда вас трогают, трогают мой глаз». Братья и сестры, насколько человек соединен с Богом, насколько соединен, что кто касается верующего, он прямо через него касается Бога. Скажите, в этих словах есть для нас утешение? Сколько много утешения, сколько много ободрения, сколько бывает верующих и унижает, где-то и на работе, где-то и на учебе, это и соседи, бывает, знают, что верующие наглеют, бывает, по-разному бывает, обмануть хотят, обхитрить, бывает, что-то ты продаешь, честно заработанное своим трудом, а верующие, можно как-то обмануть. Братья и сестры, не нас они обманывают, или стараются обмануть, не нас. С Богом будут иметь дело. Это для нас очень и очень большое утешение. Но и очень большая ответственность. Это не только по отношению ко мне, что я Дитя Божие, но по отношению и к ближнему моему. Как я отношусь к ближнему моему? К братьям и сестрам. Потому что, если я делаю брату или сестре добро, этим самым я делаю добро к самому Господу, мое отношение ближнему к брату и сестре прямо показывает мое отношение ко Христу. Как и в первом послании Иоанна написано, что если мы говорим, что любим Бога, которого не видим, а ближнего своего ненавидим, которого видим, с которым сидим в собрании в одной скамеечке, то я просто обманываю сам себя. «Ненавидя брата, я через него ненавижу Христа или в нем ненавижу Христа». Вот это происходит автоматически. Это написано в Библии. Об этом написано. Поэтому каждый из нас должен переживать, как я отношусь к ближнему моему. Вот смотрите, пример. Число 12 глава. Извините, нет времени уже открывать. Можете открыть для себя, можете записать для себя. Число 12 глава. Там описывается, как Аарон и Мариам восстали на Моисея. И там написано, что великий гнев Господа восполал на них, на Аарон и на Мариам. Явилась слава Божия. И когда эта слава Божия отошла, Мариам была от подошвы ног до темени, вся белая в проказе, наказана Господом. За что? Разве она восстала против Господа? Нет. Она восстала против человека. Против человека Божия. Человека, которого Бог поставил на служение. Это мое отношение к служителям и не только. Не только. Каждому брату и сестре в церкви. Тот, кто является человеком Божиим. Мое отношение. Если я плохо отношусь, я так плохо отношусь ко Христу. А если я добро делаю, так делаю добро к самому Господу Иисуса Христу. Очень интересно еще место Писания. Откройте. Прошу, чтобы открыли. Притча 19.17 19.17 19.17 Книга Притчи 19.17 Благотворящее бедному дает взаймы Господу. Скажите, Богу можно дать долг? Как будто он нуждается, и я дал ему долг. Оказывается, можно. Вот таким путем. Когда видишь брата, сестру, бедного, нуждающегося, и ты ему делаешь добро, благотворишь, ты даешь долг Богу. Здесь не написано долг дать брату. Это ты брату даешь безвозмездно. Но то, что ты брату дал безвозмездно, пожалел, увидел его нужду, что-то ты ему дал, хоть финансы, хоть материально, что-то ты ему дал, хоть физически помог ему, то ты дал Богу в долг и Он воздаст тебе за благодеяние твое. Так написано. Он воздаст. Потому что ты во имя Господа сделал, не переживай. Может даже тот брат и сестра не оценили твое добро. Бывает такое. Может даже не оценили, но ты сделал во имя Иисуса Христа. Бог тебе воздаст. Потому что ты Христу дал. Ты прямо Христу дал. Бог тебе воздаст. Братья и сестры, все эти места Писания говорят, насколько человек связан со Христом. Что кто мне делает плохое, Христом имеет дело. Кто мне делает хорошее, тоже Христу идет. Все. А почему? Что я такой? Сверхъестественный? Нет. Просто я соединился со Христом. Он во мне и я в нем. Я не сверхъестественный. И вы не сверхъестественные. Простые люди. Но в вас живет тот сверхъестественный. Духом Святым поселился наше сердце. И как мы с ним соединены, так и в одном теле друг с другом соединены, и скреплены. Как вот в том дереве все плоды. Вот так мы соединены, скреплены. Последнее местописание об этом говорит, о нашем соединении друг с другом. Это первое послание Коринфянам, 12 глава. Последнее местописание прочитаю. Я буду выборочно читать. Первое Коринфянам, 12 глава. Очень интересная глава. В основном говорит о дарах, о служении, о служении друг другу, как Дух Святой раздает. читая 12 глава с 12 стиха. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Вот он составляющий и скрепляющий. Дух Святой крестил нас в одно тело. Иудеи и елены, рабы и свободные, все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из то неужели она потому не принадлежит телу. И дальше написано о бухе, о глазе. Братья и сестры, вот тело, организм человека, тело, оно состоит, пальцы здесь есть, глаза есть, ноги есть, голова есть, шея есть. И все это служит всему телу. Если глаза не будут видеть, то ноги не будут знать, куда наступать. Если ноги не будут нести, все тело будет стоять на месте. А руки служат больше всех, и глазами, и ногами, и ушам, всем руки больше всего служат. Так и в церкви есть разные, разные члены церкви, члены тела Иисуса Христа. И каждый должен свою меру служить, каждый. И не должно быть разделения. Почему? Христос нас соединил не только с собой, но и друг с другом, в одно тело. И здесь написано так еще один стих 18. Но Бог расположил члены каждой в составе тела, как ему угодно. Так вот Бог расположил, как ему угодно. И какое у тебя служение, находись в том составе, какой ты член. «Ты глаз, не желай быть ногой, ты глаз». И наоборот. Для чего все это последний стих 25? «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». Очень прошу, чтобы обратили внимание на это слово. «Одинаково». Выше написано, что более благообразное должно служить менее благообразным. Там мысль такая, нету времени ее раскрыть. Но 25 стих говорит, одинаково служили друг другу. То есть глаз одинаково должен служить ноге, как и нога служит глазу. И все одинаково должны служить друг другу. Для этого нас Христос собрал. И служа друг другу мы служим Христу. Пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы участвовали в хлебопроломлении. Мы в духе были одно и в нуждах, и в переживаниях, и в радостях, чтобы были одно во Христе. Аминь.